Совсем недавно в школах нашего муниципалитета прошли выборы лидеров школьного самоуправления. Кандидаты встречались со своими избирателями, излагали предвыборные программы и отвечали на вопросы. И вот выборные президенты школьных самоуправлений приступили к своим обязанностям. Выборы в этом году отличались от предыдущих. Особое внимание было уделено безопасности. Ребята добросовестно работали в избирательных комиссиях и выдвигали свои кандидатуры на ответственный пост. И вот подсчитаны все голоса и определились победители. Именно они собрались в амфитеатре молодежного парка на заседание ученического совета при главе района с участием председателя совета Славянского района Григория Литовки и заместителя главы района по социальным вопросам Виталия Титаренко. Я считаю, что движение – это жизнь. Нужно быть активным и заниматься волонтерской деятельностью. Помогать другим людям и быть активным по жизни. Ранее я была волонтером в своем поселении. Сейчас у меня больше возможностей, больше энтузиазма. Спасибо. Председатель совета Славянского района Григорий Литовка сердечно поздравил ребят с избранием в своих школах, подчеркнув, что высокое оказанное доверие нужно будет оправдать новыми интересными делами. Вы готовились, у вас были дебаты, вы высказывали свои программы. И самое главное, что ваши программы, которые вы излагали в ваших школах, они были поддержаны большинством ваших учащихся. И ваши, наверное, выступления, они были убедительными. Значит, что-то у вас есть, коль вы победили на выборах, вам оказано доверие, вы эту тему хорошо знаете. И самое главное, эти все хорошие начинания надо их распространять по всей школе. Потому что вы президенты школы. И на вас все будут ребята, коллеги ваши смотреть. Вы образец. Теперь у вас начинается новая жизнь. Затем для выборов нового председателя ученического совета при главе района четверо ребят предложили свои кандидатуры. Они рассказали о себе, поделились планами на будущее в случае избрания на эту должность. Председателя выбрали открытым голосованием. Им стал Егор Власенко из первого лицея. Для меня это новый шаг. И я считаю, что самая неотъемлемая частью, главным решением это будет обмен опытом президента других школ, внедрение это в нашу школу. В лице номер один. И эффективные работы сообща. Председатель в своей работе будет, конечно, опираться на активных, целеустремленных ребят. Я ставлю своей задачей развитие отношений дружеских, товарищеских между школами, между классами, внутри одного класса. А в совете я постараюсь оказывать всевозможную поддержку председателю совета. Всем членам ученического совета Славянского района были вручены специальные удостоверения. Пожелания и свежие идеи собравшихся будут учтены в предстоящей работе. Ребятам будут помогать все заинтересованные районные службы и организации. Так что перспективы у школьных лидеров отличные. Ребята очень классные, энергетически заряженные, все позитивные. Многие из них уже имеют опыт работы в школьном самоуправлении. Это значит, что мы можем быть спокойны за то, что у нас происходит на местах в школах. Ученический совет уникальный по своему роду, потому что ребята приезжают с разных полков нашего района. То есть мы берем не только городские школы, но и сельские. То есть каждая школа имеет право голоса в этом совете. И, конечно, я надеюсь, что эти ребята будут продолжать с той же энергетикой работать целый год. Мы будем с ними проводить мероприятия, организовывать их. Ну и, конечно же, пожелаем успеха в их работе. Впереди у молодежных активистов множество интересных и важных мероприятий разной направленности, как на уровне школ, так и всего района. И верится, что все у ребят получится. Они уверены в себе и в том, что добьются успеха. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.